Привет! Ластыпок, фишки и советы. Сегодня у нас более такая базированная информация, будет еще второе видео с советами для продвинутых игроков чуть позже. Ну а в этом видео не забывайте пользоваться тайм-кодами, рассказывайте в комментариях, что узнали нового, может я что-то пропустил. Давайте начинать. Первое, о чем хотел сказать, по поводу кузни и ремесла. Смотрите, вы можете в любом месте игры нажать кнопку F для того, чтобы открыть окно крафта. Я до сих пор знаю некоторых игроков, которые уверены, что нужно подбежать к огромной наковальне, вот здесь, которая на карте отображается, ну и в городах в игре. Не обязательно это делать, можно в любом абсолютно месте нажать F для того, чтобы покрафтить какой-то предмет. Вы перемещаете сюда предмет, который хотите улучшить. Ну, например, сопротивление стихиям, выбираем, выбираем там глиф при необходимости, улучшаем аффикс. Все вы наверняка уже знаете, умеете. Но некоторые предметы, соответственно, вы хотите разобрать на полезные осколки. То есть любой предмет в игре вы можете разобрать для того, чтобы получить часть свойств, часть аффиксов, которые на нем размещены, чтобы перекрафтить на другой предмет. Вы для этого пользуетесь руной дробления. Выбираем ее, нажимаем. Да, вот, собственно, оно произошло с небольшим лагом. Нужно понимать, что вы получаете таким образом не все свойства предмета. Во-первых, не все аффиксы гарантированно со шмотки будут взорваны и получены в качестве осколка. Во-вторых, соответственно, количество этих шардов оно будет не обязательно таким, которое указано здесь. То есть потенциально вы можете получить 5 осколков вот этого аффикса уровень колотой раны. Один осколок сопротивления молнии, один осколок рейтинг уклонения. Но руна дробления — это рандом. Если вы хотите гарантированно получить 5 осколков какого-то полезного для вас свойства, для того, чтобы, опять же, иметь их в запасе и накрафтить на другой предмет, мы пользуемся с вами руной очищения. Вы про это уже, наверное, тоже знаете. Умеете, активируем. Эта руна тратит ваш потенциал ковки, поэтому не всегда получается ее использовать. Она может потратить потенциал, но точно так же можно использовать глиф надежды для того, чтобы с 25% шансом этот потенциал ковки сохранить. Активируем. И извлекаем одно какое-то рандомное свойство со шмотки. Со второй попытки удалось как раз-таки 5 осколков колотой раны извлечь. Полезный аффикс. А руны дробления можно покупать у вендоров. Это единственный тип рун, который находится в продаже всегда и везде. Любой вендор в любом городе вам предлагает по 2000 золотых за штучку. В начале игры очень полезно. Я советую первое свое золото, помимо вкладок стэша, тратить на эти руны. И, собственно говоря, пользоваться торговцами. Тоже довольно хороший совет. Дело в том, что в начале игры вам может не хватать каких-то сопротивлений, каких-то статов. И вообще в целом советуют обычно смотреть ассортимент вендоров в каждом городе квестовой кампании. То есть вы прибежали в новую локацию, либо телепортируетесь в конец времен. Смотрите, что продается иногда здесь очень хорошие рарки. Можно встретить, опять же, чтобы сделать какую-то затычку по сопротивлениям. Почему бы и нет. Также стоит пользоваться гемблером. Он может вам предоставить какую-то шмотку. Допустим, у вас нет нормального колчана. Вы играете лучником, не можете выбить, не падает. Просто вам не везет. Просто нажимаем правую кнопку мыши или левую, я тут не помню. Да, просто нажимаем левую кнопку мыши. Получаем нужный предмет, смотрим на его статы. Ролится редкость. Обычная, белая, синяя, либо редкая. Желтая у обычного гемблера можно получить только до желтой редкости предмета. Какие-то уникальные шмотки или фиолет вы получить не сможете. То есть это именно возможность получить шмот на этапе прокачки. Также для того, чтобы заткнуть сопротивление на этапе прохождения сюжетной кампании, важно обращать внимание на идолы. Здесь можно найти на маленьких идолах резисты. И стоит в первую очередь на первоначальном этапе игры, естественно, уделять внимание им. Смотрите, каких сопротивлений вам не хватает. Для этого нажимаем кнопку C. Она же C. Она же русская S. Здесь на клавиатуре открывается окно описания характеристик персонажа. Здесь вы можете посмотреть ваши статы. Обратите внимание, когда вы наводите мышку на любую характеристику здесь, вы можете посмотреть, ознакомиться с описанием этой характеристики, что вам дает каждая очка ловкости, каждая очка интеллекта. Посмотрите описание сопротивлений, здоровье, реген, скорость движения. В общем, наводим мышь. Игра вам подсказывает, что делает данная характеристика. Например, нам подсказывают, что броня снижает не только физический урон, но в том числе урон от стихий и ядов, и некротика, и пустоты. В общем, любой другой не физический урон на 70% от показателя брони также идет снижение. То есть физический урон снижается на 19%, не физический на 13%. Почему на это стоит обратить внимание? Дело в том, что... Ну, это особенно важная информация, наверное, для игроков, которые пришли в ластыбок из Pass of Exile. Обратите внимание, на каждом предмете в игре у вас два префикса, два суффикса в большинстве случаев. В большинстве случаев. Соответственно, у вас два места под суффиксы, в которых может находиться сопротивление. Вот в Pass of Exile три суффикса на каждой шмотке, и там всего четыре резиста. То есть, смотрите, предмет содержит суффиксов больше, а сопротивлений вам нужно меньше. То есть, здесь семь видов урона, которые могут быть вам нанесены, и вроде как игра подталкивает вас к тому, что вам нужно сопротивление каждому типу урона набирать. Но при этом слотов и места, где вы эти сопротивления можете на шмотках хранить, не так много. То есть, два суффикса на каждом предмете. Понятно, что есть другие источники резистов, там в пассивках где-то еще, но мы сейчас говорим об экипировке. И очень часто, очень часто нужно думать, чему вы хотите отдать приоритет. Потому что броня, например, это универсальная характеристика, которая впитывает урон от любого типа. Она также содержится в суффиксах предметов. То же самое ваш показатель здоровья. Если вы играете через ХП, через показатель здоровья, нужно понимать, что в суффиксе вы можете накрафтить здоровье, и это здоровье будет универсальным образом защищать вас от любого типа урона, чем больше банка ХП, тем больше ваш персонаж будет жить. Соответственно, то есть вам всегда нужно делать выбор между здоровьем, броней и выбором какого-то резиста. Сопротивления здесь не настолько сильно важны. Если вы почитаете описание того, как оно работает, вы для себя точно можете понять, что вы можете пожертвовать каким-то резистом. Здесь не та история, когда нужно иметь кап сопротивлений 75, хоть убийся. То есть, в отличие от поя, здесь вы можете резисты держать на уровне 70-50 в некоторых случаях. Потому что, опять же, типов урона много. Если у вас есть возможность накрафтить побольше ХП или побольше брони, почему бы и нет. Возвращаемся к описанию предметов. Ботинки. Смотрите. Здесь у нас есть два суффикса, два префикс. Если вы обратите внимание, то напротив скорости движения и стойкости слева стоят стрелочки. По краю рамки предмета есть две таких стрелочки. И наоборот, если мы смотрим на сопротивление стихиям и сопротивление физики, то с правой стороны напротив них тоже есть две стрелочки более темного цвета. Игра подсказывает вам, что на предмете является префиксом и что на предмете является суффиксом. Естественно, вы можете раскрыть список модификаторов. Здесь игра вам подсказывает в нижней части этого интерфейса, что вы можете нажать на Alt для того, чтобы получить более подробное описание всех модификаторов этой шмотки. Что делает каждая характеристика? Точно так же вы можете нажать Ctrl-Alt для того, чтобы подсветить ранги этого свойства. То есть, например, шанс найти зелье пятый ранг, рейтинг уклонения ранг 6 и восстановление здоровья четвертый ранг ранг, тир, уровень свойства. Также указан диапазон значения, в каком диапазоне роллится значение этого свойства, чтобы вы поняли, насколько хороший ролл предмета вам выпал. Точно так же вы можете смотреть на ролл собственного свойства, в данном случае броня, ячейки, зелий. И когда вы нажимаете Ctrl-Alt, либо просто Ctrl, вы сравниваете этот предмет со своим предметом, чтобы сделать выбор, насколько этот предмет лучше. Вашего зеленым шрифтом здесь указано, что вы получаете 100 рейтинга уклонения, восстановления здоровья, повышенный шанс найти зелень, но при этом у вас отваливается броня, отваливается количество зелий, сопротивление огню и так далее. Вы должны делать выбор, опираясь на то, что нужно вашему билду, вашей сборке. Здесь у меня в сумке бардак, как вы видите, полный. Непонятно, что вообще происходит. Куча шмоток, какие-то шарды, осколки крафтовые. Все на свете. Я до сих пор наблюдаю иногда скрины игроков, которые что делают? Я вам сейчас покажу. Это вообще удивительная история. Они подходят к сундуку, и вот эти все руны, осколки, перекладывают к себе в стэш. То есть у них специальные вкладки, где они хранят вот эти вот осколки, чтобы в дальнейшем использовать их для крафта каким-то образом. А еще не совсем понимают, что это такое. Лучше стараются сохранить, а вдруг потом пригодится. Смотрите. Игра, конечно, вам подсказывает. Вот здесь даже кнопочка «Перенести предметы для ремесла» подсвечивается и переливается всячески. Она говорит о том, что у вас в инвентаре в данный момент есть осколки крафтовые, которые следует перенести, нажать эту кнопку, и все они улетают в ваше хранилище. Это хранилище имеет какую-то бесконечную емкость. То есть вы можете не заботиться о том, сколько там осколков лежит, влезут ли эти осколки. Здесь этой проблемы нет. Просто нажимаете почаще кнопку «Перенести предмет для ремесла», чтобы освободить место в инвентаре. Естественно, тут же есть кнопка сортировки, чтобы плотнее все это утрамбовать и пофармить еще немножко, прежде чем начать вообще разбирать этот мусор, который вы весь подобрали. Предметы вы можете хранить в стэше. Здесь система вкладок тайника, она довольно интересная, она работает по многому лучше, чем в играх аналогов. Покупаются вкладки за внутриигровую валюту, за золото. Чем больше у вас вкладок, тем каждая последующая покупка дороже отдельной вкладки. А когда вы вкладку приобретаете, вы тратите на нее золото и настраиваете ее. Вам предстоит указать название этой вкладки, выбрать категорию. Вот здесь вот вы создаете папочки для вкладок, здесь сами вкладки. То есть указываем название вкладки, выбираем папку. У меня куда-то улетело. Выбираем папку, в которой эта вкладка будет находиться. Иконку, цвет, в общем, все это вы, наверное, знаете. Есть сортировка, в том числе и вкладок тайника. Но сортировкой, да, вы можете пользоваться. Она немножко странно работает. Я скорее рекомендую пользоваться вот этой вкладкой Quick View. Быстрый обзор. Для чего? Потому что вы здесь можете пользоваться поиском, в том числе. Поиск здесь есть внутри каждой вкладки. Но не все игроки знают, что есть универсальный поиск, который работает по всему тайнику. Например, вы хотите найти какой-то уникальный предмет, который где-то у вас валяется, непонятно где. Вы забыли, у вас миллион вкладок. А такое бывает, что их бывают сотни властыбок. Например, вводим здесь гладиатор. Я хочу найти клинки гладиатора. Игра мне подсвечивает, что у меня есть две вкладки, в которых хранятся предметы с подобным названием. Это клятва гладиатора. Так, и почему-то шапка Зов Тундры. Почему? Потому что... Гладиаторский шлем. Вот я долго смотрел, не мог понять. Уникальный гладиаторский шлем. То есть база предмета, так называется. В общем, как вы видите, поиск работает довольно хорошо. Вы можете найти по названию предмета любой уник. Какие-то сетовые предметы. Вы можете фиолет по какой-то базе подсветить, поискать. В общем, пользуемся. Ну и навигация по вкладкам достаточно удобная. Поиск работает не только по стэшу, но и по нашим заклинаниям. Вообще, когда мы говорим о способностях в игре, вы должны тоже обращать внимание на подсказки. Так же, как на предметах, вы можете нажать кнопку Alt для получения подробной информации. Обращаем внимание на теги. То есть, если мы наносим урон какой-то одной способностью, вот, например, колотая рана, мы смотрим теги физические, ближний бой, лучная атака, направленный ловкость. И, соответственно, здесь есть подробное описание, как скалируется урон этой способности, что она делает и так далее. Мы можем открыть с вами отдельный интерфейс навыков, выбрать ту самую колотую рану. И здесь есть окошко поисков, в котором мы можем поискать какие-то перки, навыки, которые мы хотим использовать. Вот, к сожалению, сейчас на текущий момент в игре работает поиск только по английски. То есть, странно вообще немножко. Если, например, в стэше мы можем искать на русском языке, здесь же поиск работает только на английском. Вот, например, сейчас я вбиваю тень. Там тень или тени. Они, неважно, и ничего не подсвечиваются. Но если я буду вбивать Shadow, то, как вы видите, игра подсвечивает все ноды, на которых есть хоть что-либо связанное с тенями. А тут почти везде, кстати, что-то связанное с тенями. Ну, потому что это призрачный каскад. Shadow каскад. Ну, и также здесь, в других вкладках, вы можете искать по-английски, вбивая названия определенных способностей и пассивок талантов. Также поиск работает по дереву пассивок. То же самое, если в стэше вы можете искать на русском, здесь пока приходится искать на английском. Давайте попробуем. Да, вот, пожалуйста, опять же, тени. Мы там подсветили каким-то образом. Игра нам подсказывает, где содержатся ключевые навыки с таким названием. При этом пассивки сами делают, вот эти поинты, свободные очки вы получаете, естественно, за уровень. Каждый новый уровень дает вам плюс один для прокачки. Но сюжетная кампания еще дает вам 15 книжек. Вы можете открыть кнопку M, нажать Shift. Если у вас скрыто по умолчанию, у меня сейчас отображается. Вот здесь вот оказаны награды за очки пассивных навыков. 15 книжек и 8 ячеек идолов. Видите, у меня не закрыты некоторые сюжетные квесты дополнительные. Почему? Потому что вам не обязательно выполнять все квесты в игре. Вам достаточно выполнить квесты, чтобы получить 15 книжек и 8 слотов идолов. После этого вы можете полностью забить на дополнительные квесты. И идти просто вперед-вперед по сюжетной кампании, чтобы убить Маджасу и попасть в конец времен. Почему так? Потому что здесь довольно прикольная система. Вас не заставляют делать конкретные квесты для получения книжек на очки навыков. Здесь вы просто должны некоторое количество случайных выполнить. Вы можете в начале игры выполнить дополнительные квесты. Можете в конце игры их выполнить. То есть, если вы где-то что-то пропустили, ничего страшного. Не придется возвращаться назад, чтобы добить эти квесты. Главное, обратите внимание на то, что здесь вы все получили. Кстати, по поводу карты не все знают. Но здесь есть довольно прикольная история. Что вам не нужно тыкать на телепорты и нажимать кнопку отправиться. Вы можете просто правой кнопкой мыши щелкнуть по значку, для того, чтобы переместиться в эту точку. Это работает и в карте сюжетной кампании. Там вы можете правой кнопкой нажимать на телепорты на мапке. Также это работает в End of Time. В осколках вот этих вот эхо. В монолитах, когда вы фармите монолиты, вы можете вот так вот просто правой кнопкой мыши нажать. И сразу телепортироваться в нужное вам эхо. То есть, вы экономите немного времени. Но когда вы сотнями и тысячами эти эхо бегаете, естественно, каждая секунда она важна. Точно так же вы можете открывать телепорт кнопкой Т в любой локации. Быстрая клавиша для того, чтобы переместиться в городской портал. Эта же кнопка есть у нас рядом с банкой маны. Здесь можно тоже открыть портал в любой момент времени. И обратите внимание. Вот опять же, интересная особенность. Когда вы нажимаете на Escape, чтобы открыть главное меню, вы видите вот это. Но вот здесь, вот рядом с кнопкой портала, есть еще одна отдельная кнопочка, которая раскрывает другое меню, в котором намного больше разной полезной информации. Вообще, странная история. Да, здесь краткое главное меню, здесь полное меню, в котором уже есть доступ ко всем интерфейсам. Например, здесь есть вкладка общения, социальная панель, в которой вы можете добавить друзей, пригласить в группу ваших друзей, с которыми вы уже дружите, чтобы вместе поиграть. А здесь же полезно будет пользоваться статусом. Если вы, например, не хотите, чтобы вас беспокоили, вы можете поставить такой статус. И вам не смогут писать в личку и как-то вас отвлекать запросами вступления в группу и прочей какой-то ерундой. Также можно заблокировать какого-то игрока, если он вас совсем достал. В этом же интерфейсе вы можете увидеть, как открыть доступ, например, к тому же фильтру добычу. Давайте нажмем Shift-F, чтобы открыть фильтр добычи. Много о нем говорить, наверное, сейчас не стоит, иначе это видео еще больше растянется. У меня есть отдельное видео на канале по фильтрам, как его настраивать. Под каждый билд я советую отдельно настраивать свой фильтр. Лучше делать это самому. То есть моя рекомендация, так как инструмент фильтров есть отдельный в игре, нужно научиться им пользоваться. Это очень легко и просто. Но если вам все-таки не хочется тратить на это время, то вы можете зайти на сайт LastEpackTools, чтобы скачать так называемые казуальные фильтры. Так, я сейчас попробую это сделать вместе с вами. Вот этот сайт, здесь есть LootFilters. С вкладкой открываем, и обратите внимание, вот здесь вот в самом верху закреплены топики каких-то фильтров, левелинг-фильтры для того, чтобы прокачать персонажа с 1 по 70 примерно уровень, и не париться. То есть вы хотите, например, прокачать сейчас нового персонажа, но думаете, как долго и муторно настраивать фильтр, тем более вы еще не всегда на этапе прокачки знаете, что вы хотите. То есть в процессе там что-то подбираете, какой-то скилл. В общем, можно скачать этот фильтр. Здесь есть кнопка Export. Копируете фильтр. Здесь же есть описание, в принципе, как это сделать. Но можно просто скопировать. Да, нам нужно создать новый фильтр. Либо, собственно говоря, вставить из буфера. Нажимаем вставить. И вот, пожалуйста, нужно просто подтвердить. Кстати, интересная особенность, связанная с фильтром, заключается в том, что когда вы, например, заходите в параметры в настройки и меняете язык игры с русского на английский, иногда приходится это делать, то у вас сбрасывается в том числе и фильтр добычи. Я несколько раз на этом горел. Заходим в параметры обратные, и видим, что фильтр сбросился. Вот сейчас... Да, вот видите, собственно, опять это произошло. Лут фильтр, нет фильтра. Так, мне надо, наверное, обратный язык вернуть. Давайте вернем сейчас на русский, раз уж мы на нем начали. Давайте по поводу настроек поговорим, потому что здесь тоже есть достаточно важные моменты. Да, серваки сейчас не так часто лагают, поэтому не приходится заниматься ерундой и постоянно прыгать туда-сюда. Но в настройках есть много всего полезного. Например, можно изменить привязку кнопок. Вы можете поставить какие-то способности, например, на мышь, если у вас на мышке есть дополнительные кнопки. Ну, в частности, например, у меня способность подземелья, которая по умолчанию на кнопку D. Я ее разместил на дополнительную кнопку мыши, чтобы удобнее было переключаться. Ну, у нас, например, в Temporal Santum приходится переключаться между временами, приходится свапать защиту в подземелье, где мы с Личом, Креморусом деремся. Бастион выжженных душ, по-моему, так это называется. Пользуемся, настраиваем под себя. Тут по умолчанию QWERTY. Раскладка. Но можно на раз, два, три обилки нажимать, если вы так привыкли. Также в настройках есть много другого прикольного. Здесь можно выбрать, но я не советую, поставить галочку «Двигайтесь», чтобы достать атакой ближнего боя до врагов вне диапазона. Тогда ваш персонаж, если мы кликаем по противнику, который стоит здесь, побежит вперед, чтобы его ударить. Это не всегда полезно бывает, на мой взгляд. Также здесь есть галочка, которая позволяет скрыть цифры урона. Если вас цифры эти бесят, вы можете всегда их отключить, за что большое спасибо разработчикам. Можно показывать шкалы здоровья над врагами, над игроками. Вот эта зеленая шкала. Можно над питомцами. Если, например, у вас есть какой-то сильный спутник, весь ваш урон, вашего билда зависит от него, то можно его здоровье отображать, чтобы в случае чего его подхилить. Также здесь есть масштаб миникарты. Советую с ним поиграться. Эта миникарта, вот эта вот, которая на там. Смотрите, какой масштаб вам комфортнее. Чаще всего он где-то посередине находится. Кто-то максимально далеко отодвигает, потому что в таком случае вы больше видите. Вам удобнее перемещаться по каким-то большим-большим локациям. Настраивайте под себя, как и прозрачность миникарты. Еще из полезного здесь есть автосравнение предметов. Это чтобы не приходилось нажимать на Ctrl. Каждый раз, когда вы шмотку видите на земле, то есть вы наводите курсор на нее, и этот предмет автоматически сравнивается с вашим предметом, который у вас одет. Отображение имени игрока. Это полезно в онлайн-режиме, когда вы играете в группе, понятное дело. Дрожание экрана советую выключать. Во время критических каких-то попаданий по монстрам, или когда вы прижимаете какой-то сильный навык, экран может трястись. Частенько это бывает наоборот минусом, поэтому я рекомендую отключать, но опять же это вкусовщина. Если вы хотите добавить немножко эпика, вы можете дрожание оставить. Есть мерцание врагов при попадании, чтобы четче понимать, когда по ним проходит хит. Фиксация курсора в окне игры по настройкам графики. Здесь понятно, что во многом все индивидуально. Единственное, что могу сказать, что я рекомендую ограничивать фпс в игре до 60, потому что игра любит гнать кадры и тратить ресурсы видеокарты излишне. Когда вы нажимаете f11, внутри игры вы увидите фпс, он показан в левом верхнем углу. Посмотрите, какой фпс у вас, побегайте в локации, и я ставлю ограничения, как я уже сказал, на 60. Если здесь в настройках графики у вас какая-то абракадабра написана, например, у меня такая ошибка была, опция А, опция А, опция А, опция А, опция Б. Кто видел эту ошибку, тот понимает, о чем я говорю. То есть настройки графики отображаются некорректно. В описании этого видео будет подробное, там, в описании раз, два, три, что нужно сделать, чтобы эту ошибку убрать. Параметры звука все под себя настраиваем. Единственное, тут можно заглушить озвучку ошибок, чтобы ваш персонаж перестал комментировать ситуации, когда у него... Так, почему эта галочка не ставится? Я не знаю. Здесь есть возможность заткнуть персонажа, когда он начинает говорить о том, что у него не хватает маны, что у него нет места в сундуке. В общем, все эти фразочки, которые любят персонажи произносить, можно здесь, по идее, отключить. Почему-то, правда, у меня сейчас это не работает. Не знаю, с чем это связано. Кладка общения — это возможность отключить глобальный чат, чтобы, собственно говоря, не видеть переписку, скрыть всплывающие окна запросов каких-то. Не знаю, насколько эта проблема сейчас в игре есть, когда вам пытаются пати кинуть, может, каким-то стримерам будет полезно. Также здесь фильтр оскорблений, чтобы в чате не видеть все эти гадости. Вы можете поставить фильтр ругательств. Пожалуйста, все это есть в игре. Касаемо социальных запросов, да, сейчас кланов в игре нет, каких-то гильдий, но при этом есть гильдии, в которые можно вступить игроку. Гильдии NPC. Фракции, еще их по-другому называют, это Круг Судьбы и Торговцы, Мерчантс. Вы можете, собственно говоря, посмотреть, да, вот Круг Судьбы, Гильдия Торговцев, посмотреть всегда вашу репутацию, вашего персонажа, какая у вас репутация с Кругом Судьбы, с Гильдией Торговцев, можно фракцию сменить. Здесь есть подробная информация о фракциях, как они работают, но из того, что важно знать, вы можете в любом месте игры нажать кнопку Y, игрок она же для того, чтобы открыть этот интерфейс в фракции, здесь есть кнопка сходить в обсерваторию, игра фокусирует наше внимание на этой локации, правая кнопка мыши, опять же, телепортируемся в обсерваторию, сейчас поговорим подробнее о возможностях фракции, о которых вы могли не знать. С фракцией мы качаем репутацию, убиваем монстров в фарме просто, то есть вы делаете то же самое, что вы обычно делаете в игре, и получаете вот эту вот штуку, так, давайте нажмем Alt, и она подсказывает, что можно нажать Alt, нажать Alt и увидеть подсказки. Есть расположение, которое вы получаете за убийство монстров, есть общая репутация, которая у вас также растет за убийство монстров, но, чтобы ускорить получение вот этой репутации, чтобы быстрее заполнять полоску и получать новые ранги, а с каждым новым рангом у нас есть новые пассивные перки, которые работают глобально по всей игре, вы должны тратить вот это самое расположение. Да, вы получаете репутацию просто выполняя любые активности в игре, но когда вы тратите расположение, у вас вот эта полоска фиолетовая, а в данном случае она растет еще быстрее. То есть вы можете ускорить процесс, когда вы тратите расположение. Как тратить расположение? В первую очередь, вы можете потратить его на пророчества. Здесь есть пророчества различные. Если вы немного потыкали то, как работают гильдии, попробовали их использовать, вот круг удачи, я имею в виду, то вы должны, в принципе, знать, пророчества работают так, что вы можете выбрать какую-то определенную награду, которая вас интересует, и посмотреть условия. Например, нам нужно пройти подземелье святилища времен, чтобы получить три уникальных реликвии. Убить повелительницу времени джулру, при этом мы потратим 2000 вот этого фейвора расположения. У меня сейчас 3882, вот когда мы потратим это расположение, то все потраченное расположение добавляется к полоске прогресса здесь. То есть фейвор точно нужно тратить. Если он у вас копится, и вам, например, не хочется эти пророчества выполнять, ну, потому что здесь надо что-то выбрать, выполнить, куда-то идти, что-то делать, и, в общем, все это странно выглядит, а пророчество у вас, точнее, расположение вот это копится, вы можете поступить следующим образом. Вы можете потратить это расположение у NPC. То есть не обязательно эти пророчества выполнять, вы можете совершить покупки. Здесь есть, опять же, возможность приобретения предметов за расположение. Покупаете какую-то шмотку, тратите расположение, прогрессируете в отношениях с этой фракцией. Цены, кстати, сумасшедшие. То есть если у вас тут накопилось 100 тысяч вот этого фейвора, можете просто потыкать, погэмблить предметы какие-то, потратить это расположение очень быстро, и, опять же, получить прогресс отношений с этой фракцией. Точно так же вы можете купить здесь секторальные и большие линзы. Что это за штуки такие? Они позволяют вам более таргетированно получать определенные типы пророчеств. Например, секторальные линзы. Все просто. Вы ищите какой-то уникальный пояс, например, или хотите больше фиолетовых поясов. Просто покупаете эту линзу и размещаете у себя ее. Например, мне точно... Ну, вот, например, глифы. Да, глифы всегда полезны. Покупаем эту линзу. Тратим как раз-таки расположение на покупку этой линзы. Можно еще большую какую-то линзу купить. Я не знаю, там... Тут позволяют отключить большими линзами какие-то ивенты. Очень часто игроки, например, с помощью больших линз отключают события сюжетки, кампании сюжетной, чтобы игра вас для пророчества меня отправляла обратно в сюжетку, убить какого-то там босса, оставляла вас на монолитах, на арене и так далее. Или, например, вы не любите арену, вы можете выбрать линзу арены, чтобы на 100% снизить шанс пророчеств для событий арены. Здесь чаще бывает полезно купить большую линзу для повышения рангов поисков уникальных, фиолетовых, либо вот этих зеленых сетовых предметов. В каких-то случаях даже они требуются. Подбегаем к телескопу, достаем нашу линзу, которую мы только что приобрели и размещаем ее здесь. Пожалуйста, линза к телескопу применена, теперь я буду чаще получать в качестве наград глифы, вот такие вот будут пророчества, но обратите внимание, линзы, они соотносятся к тому телескопу, который вы используете, то есть первый телескоп, вот это вот DICE's, это идолы и валюта. В верхней части телескоп посвящен экипировке, то есть здесь у меня линзы на эквипсе, паги, перчатки, слева здесь, справа точнее, линзы слотов оружия, здесь у меня линзы наколчены, ну и соответственно, если я ищу какую-то бижутерию, то нижний телескоп за это отвечает, бижутерия реликвии, здесь вы можете то же самое линзы разместить. В начале у вас слоты линз будут заблокированы, но вы можете их разблокировать, если прокачаете немножечко ранги гильдии. Чем выше ранг, тем больше слотов линз для вас доступно. Последние две вещи, о которых стоит сказать, здесь есть очень популярный перк, улучшенная руна возвеличивания у круга судьбы, 45% шанса сохранения рун возвеличивания при использовании на предмете, который требует ранга 1. Есть в игре руны, которые позволяют вам зашансить предмет, то есть сделать его гарантированно уникальным либо сетовым, чтобы в 45% случаев эта руна не потратилась, мы можем применить ее на предмет, который отмечен рангом. Вот смотрите, у меня есть фиолетовый посох и фиолетовый лук. Любой из этих предметов я могу разместить сюда, они не обязательно должны быть фиолетовыми, на самом деле, любая редкость. И вот этой руной я могу скрафтить уникальный лук сейчас, либо я могу скрафтить какой-то уникальный посох с помощью руны возвеличивания. Вот здесь на посохе показан ранг 4, перк работать будет, то есть у нас есть 45% шанс эту руну не потратить. На этом луке отметки ранга в отличие от посоха нет, значит перк работать не будет, поэтому не стоит применять эту руну на предметы без отметки ранга. Когда эта отметка ранга ставится, это когда вы фармите, срабатывает перк гильдии, и вы получаете чуть больше предмета, который как раз таки был получен за счет этой фракции. Вот например этот кинжал тоже за счет перка гильдии был получен на большее количество дропа, соответственно я могу попробовать получить какой-то уникальный кинжал. Давайте попробуем сейчас это сделать. Вам взрывной нож джелхора, пожалуйста. Кстати, я по-моему руну и не потратил сейчас. У меня их было шесть, да, и осталось. Вот пожалуйста. Когда вы достигаете сотого уровня, вы можете получать репутацию с гильдии вот такие книжки с опытом подбирая. То есть опять же не совсем очевидно. Вы думаете зачем вам книжки с опытом если у меня уже сотый уровень персонажа, но когда вы берете эти книжки у вас еще расположение с фракцией повышается. Вот сейчас это прям чуть-чуть, да, но когда соответственно это сотый левел персонажа тут книжки будут давать очень много и расположение будет расти тоже очень существенно. Когда вы проходите эхо у вас есть вариант подольше задержаться в этом отголоске и пофармить больше монстров либо постараться максимально быстро закрыть задачу которую вас требует игра ну вот в частности меня сейчас просят убить вот этих огненных големов видите я его щелкнул можно в принципе побежать сразу же к следующему чтобы выполнить отголосок эхо и поскорее пойти забрать награды игроки иногда задумываются а стоит ли мне оставаться здесь подольше и пытаться на этом эхо пофармить полутать больше наград зачем мне бежать дальше по собственно к следующему эхо чтобы следующую задачу выполнить давайте попробуем ответить на этот вопрос в первую очередь когда вы фармите много монстров на эхо вот на этой мапке условной вызвало бы зарабатывать бонус стабильности то есть у вас быстрее растет прогресс сейчас покажу какой быстрее заполняется шкала вот здесь для того чтобы добраться к боссу и убить его так что в принципе кое-какой смысл есть второй повод фармить больше монстров на мапке это вот этот сундук не все знают но количество наград которые вы получаете с вот этого сундука оно зависит от того сколько монстров на вот этом эхо вы убили то есть если вы большинство противников пропустили быстро выполнили цели и ушли здесь будет мало дропа если фазофармили побольше здесь дропа будет побольше так что кое-какая мотивация очистить эхо есть но при этом вы должны понимать что основные награды вы получаете вот в этой вот штуке и когда вы быстро выполняете цели переходите от одной задачи к другой вы получаете гарантированно больше каких-то таргетных наград которые вы хотите лутануть здесь в общем и целом например рекомендация персональная от меня это все-таки не задерживаться на каждом эхо и стараться быстрее выполнить задачу но при этом скипать мобов тоже не следует то есть вы просто бежите к цели убиваете по дороге монстров какое-то их количество выполнили цель сразу ушли телепортом забрали награды побежали следующая их выполнять это позволит вам скорее всего и быстрее прогрессировать в целом здесь вы могли обратить внимание что у меня есть возможность выбрать обычный вид фарма монолита либо пройти великий монолит уровень области 100 если вы недавно играете в ласт ипок то опять же не до конца это очевидно у каждого монолита в эндгейме есть вариант фарма его на великой сложности с повышенными наградами чтобы открыть эту великую легендарную сложности те самые empowered монолиты вам нужно пройти 4 островка вот здесь вот 4 последних монолита 1 2 3 4 открываются такие тропинки к центральному острову и вот здесь вот будет кнопочка рычаг который мы активируем для получения возможности пармить на легендарной сложности на empowered монолитах вы можете сократить маршрут для каждого нового персонажа не обязательно закрывать все монолиты вы можете пробежать только по правой части пройти этот 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 и быстренько щелкнуть эти а 3 монолита можно скипнуть пропустить почему потому что здесь вот в правой части вы получаете какие-то боевые бонусы здесь всегда будут какие-то боевые бонусы здесь же если идти по левой стороне вы получаете просто чуть больше дропа повышенный шанс получения поясов шанс получения луков еще шанс получения луков а осколков лука да здесь просто лук и чаще падают здесь какие-то шарды осколки для лука чаще выпадают то есть это больше опции для фарма это опции которые позволят вам силу персонажа загнать поэтому проходим по правой части монолитов активируем острова активируем легендарную сложность когда вы проходите монолиты вы получаете благословения вот эти вот на каждом монолите 10 благословений всего можно получить для каждого персонажа вы могли обратить внимание что вокруг каждого благословения есть такая вот фиолетовая полоска которая заполняется по-разному где-то заполнено больше где-то меньше это ролл благословения вы нажимаете control alt и видите что вот здесь вот повыше повышен шанс получения идолов от 30 до 50 процентов у меня roll 44 процента он близок максимальному поэтому полоска за вот эта круговая диаграмма заполнена почти как на две трети получается но вот например здесь roll 10 18 процентов у меня 11 и она почти не заполнена поэтому в целом здесь вообще минимальное значение вы хотите получить не только нужные благословения в монолите но еще и с максимально высокими значениями если же у вас какая-то вообще барахло не знаю вот например меня вот это благословение не устраивает нам нужно будет перепройти монолит то есть вам нужно пройти его еще раз убить босса еще раз вам опять же предоставит выбор благословения вы сможете поменять его на какое-то более ценное когда вы проходите монолиты на великой легендарной сложности там благословение опять же великие и значение этих благословений будет выше то есть например мне здесь нужен не знаю множитель критического ударов это монолит black sun черное солнце 2026 вот когда я пройду его на великой сложности там roll множители крита будет почти в два раза выше и соответственно у вас есть мотивация на великой сложности монолиты хотя бы разочек все пробежать скорее всего не разочек потому что нужно опять же и получить нужное еще помимо этого хороший ролл этого нужного когда вы фармите монолиты вам довольно часто будут выпадать ключи для подземелья или для арены многие уже знают правой кнопкой мыши вы можете сразу подсветить вход в этот в это подземелье то есть нажимаем правой кнопкой мыши не только вы увидите где самое то самое подземелье находится но и сразу можете нажать правой кнопкой сюда для того чтобы туда переместиться это экономит ваше время не нужно искать на карте Где то самое подземелье располагается Ну, по поводу арены Стоит еще сказать, что в этой же локации находится и манекен Многие игроки его потеряли Раньше этот манекен располагался в End of Time В конце времен Сейчас же он находится во вратах чемпиона Там вы можете проверить урон вашего персонажа Здесь манекенов довольно много Разные типы этих манекенов Спускаемся ниже И что мы наблюдаем? Так, ну вот Тренировочный манекен, пожалуйста Можете попробовать здесь Посмотреть, какие цифры вылетают у вас Когда вы наносите урон По нескольким целям Три манекена сразу Если вам интересно, насколько хороший у вас урон Пожалуйста, вы можете здесь Это посмотреть Также здесь есть одиночные манекены Чтобы на них протестировать урон в соло-таргет какой-то Пользуемся Вастаем высокими показателями урона Потому что на сейчас Сейчас на текущий момент Каких-то прям серьезных программ В духе пассов билдинг для игры нет Когда-нибудь может быть появится Но пока на манекенах Вы можете что-то менять в билде Проверять, как оно работает Потом обратно откатывать Пробовать что-то новое Для того, чтобы повысить урон Вашего персонажа На сегодня у меня все Единственное, о чем хотел сказать Не забывайте пользоваться руководством в игре Нажимайте клавишу Ctrl-G Для того, чтобы переместиться в руководство Здесь в этом руководстве Есть вся необходимая информация Внутри игры По описанию различных статусов То, как работают фракции Гильдии, общая терминология Что такое отголоски Эхо, хрономиражи Задания, благословения Пожалуйста, здесь на русском языке Информация есть Как работают тотемы Помощники, спутники Статусы замораживания Оглушения Скользящий удар Критические удары В общем, если вы чего-то не понимаете в игре В первую очередь стоит заглянуть сюда В это руководство Поискать информацию здесь Но опять же Если какие-то вопросы остались Оставляйте в комментариях И дополняйте Какими-то собственными советами Если вы знаете какие-то фишки Которые могут быть полезны Другим игрокам Обязательно о них расскажите Ну а с вами был Кардив Увидимся на трансляциях И уже в следующих видео Спасибо за просмотр Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok